очки правильники все же стали да значит вот я знаю по нескольким ученикам уроков продолжаем молиться за младенца сына эстер я или чтобы было у него полное выздоровление и чтобы все кому нужно выздоровление чтобы никто же было полное выздоровление это очень очень важно б я элистер да чтобы было это чудо чудо рождение жизни чудо повреде жизни и чудо что вообще мы с вами вот живем вообще это все чудом каждом поведение чудом знаете есть известная история когда не было время коррада вируса попал в больницу и когда вышел ему дали ему дали счет за искусственную вентиляцию легких 10000 евро за 10 дней вы знаете говорить это я как я жизнь раньше не ценил так дышишь дышишь и не знаешь что для дышать на 1000 евро в день дышишь думаешь ну нормально все дышится как дышится а оказывается если вдруг что-то отключается так чтобы дышать надо 1000 евро платить представляете в день 365 тысяч в год надо же говорить за это спасибо всевышним конечно надо и вот мы сейчас подходим к роша шана роша шана значит сегодня рош ходыш это начало месяца илуль месяц илуль это месяц когда раскаивается готовится к суду месяц который называется хижбон нефиш да то есть хижбон нефиш это самоанализ месяц самоанализа и сама такого просчета до ходы что до яков ядов давай же сегодня увидимся в этот самый окрас давно так не видел я кого в офисе в этом самом райка а то вы последнее время стали в одном помещении находимся давно не виделись в общем разных значит мы вчера остановились на том что если человек согрешил есть разные ошибки разного уровня ошибки потому что бывает что человек например ну разного уровня ошибки например назвал жену другим имени это ошибка или там не пришел домой ночевать это вторая ошибка третий а что здесь анекдот про ошибки значит один мужчина к другому приехал и смотрит у него дома вообще просто идеальное отношение с тещей и с женой все вообще ходят ни одного ему замечания не делают ни одного вообще противоречия все прямо такое прям удивительно и этот другого страшно суша как ты такого добился в семье что у тебя жена так как вообще тебя и жена и тёщи в 7 или того удивлять он верит вы понимаете горит когда женился нас лошадь везла карета я говорит когда мы выехали прямо со свадьбе на карете лошадь спотнулась я и сказал раз она без подносится 2 и 1 5 спотнулась я сказал три достал пистолет и и застрелил так то верит и что вы это уже мы уже 2 лет еще же 2 его до нести пор боятся его то есть но это раньше было на страхе так можно было людей удержать сейчас на страхе людей не удержишь от от и жена уйдет и теща уйдет и все выйдут еще в тюрьму посадят сейчас так не работает сейчас обратно сторона работает но что то же самое с богом раньше человек вот он просто реально там роды до представьте роды 200 лет назад значит женщина она перед этим родом и нет у него делку шерок никаких узи она вообще не знаю что у него в животе и она только молится чтобы нормально разродиться потому что у него пол семи до этого умерла природа до она реально за люди где рожали в доме рожали там где-нибудь в поле рожали еще где-то она все время от страха просто ее трясет перед этими родами всем потом она родила значит неделю она считается больно с опасностью для жизни ради него нарушают шаббат а нам внук про просто она всю эту неделю тоже молится половина у него знакомых умерла половина осталось дети маленький ребенок родился 50 процентов умерла и люди все время были на волосок от смерти и они очень были они боялись они боялись и путь служения всевышнему был через страх то есть они боялись так как внешний мир не под контролем человека и вокруг люди были совершенно все озлобленные дитя какие-то ну там там крепостное право там татаро-монголы там феодалы там крестоносцы там мамалюки какие-то и так далее в общем страхи и человек в этом страхе он на женщины бесправны вообще были не паспортов нету никаких работать не могли все мужчины тоже бесправные были до 90 процентов людей в россии были крепостном праве крепостные и не это не было там давным-давно это было крепостного права отменили в 1865 году всего лишь 150 160 лет назад и что получается вся тора того времени она была очень-очень все было понятно все бога бойся царь сам он сказал заповеди его соблюдай в этом есть человек не будешь бога бояться кто тебя защитит ты же сам-то себя защитить не сможешь и все было построено на страхе теперь в наше время всевышний дал нам какую-то вот последнее грубо говоря где-то началось вот шестидесятых семидесятых годов начался вдруг какой-то невероятный прогресс в продолжительности жизни в медицине и совершенно невероятно вот если посмотреть графики население мира вот так пошло вверх да просто пошло вот так вот вверх то есть люди живут там чуть ли не в два раза больше детская смертность снизилась 49 процентов в европе сто лет назад всего до 0 49 процента пол процента то есть какие-то чудеса и люди перестали бояться всевышнего перестали бояться там первая мировая война люди после нее перри вообще там типа мы рождены чтобы сказку сделать былью преодолеть пространство и простор нам разум дал стальные руки крылья а вместо сердца каменный мотор вот так вот и это не только было в советском союзе пели во всем мире пели все эти песни что место сердца каменный мотор и приходит мировая война значит 80 миллионов убитых 80 миллионов не не 80 человек не 8000 80 миллионов 6 миллионов евреев и 74 миллиона не евреев разрушена вся европа в атомные бомбы падают на хиросиму на касате ну люди задумались все возникла государство израиль начало движение началось движение сейчас говорю про еврейский мир возвращение к богу да то есть вот реально как бы всех встряхнулись и начинается движение опять то было все а скала разум там просвещение потом обсе опять пошли возвращаться к богу постепенно да потом все хорошо до 2000 года 2010 год было все вообще ну в рай на земле вот реально было как бы рай все что лучше 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 ну там экономический кризис до 2008 год экономический кризис там в люди потеряли деньги многие потеряли деньги но 90 процентов людей даже не заметили почему даже не заметили в мире миллионеров меньше одного процента долларов миллионеров меньше одного процента 99 процентов людей они живут от зарплаты до зарплаты то 80 процентов не имеет нечего потерять. То есть они даст Бог день, даст Бог пищу. Живут как в пустыне. Да, вот как в еврейский народ, народ Израиля, 40 лет ходил в пустыне. Даст Бог день, даст Бог пищу. Также живет 90% в мире людей до сих пор. Но пища сейчас стала ман. У меня родители были в Германии 20 лет жили беженцы, да. Но если посмотреть, как мы жили в детстве, ну, в Советский Союз, и как они жили в Германии, получая там какую-то небольшую пенсию в Германии, то они жили просто в бытовом плане, в раю, относительно того, что они жили в 70-е годы, в 80-е в Советском Союзе. По быту, да, но не по ментальности. И вот тут как раз мы сейчас находимся в переломном моменте. Если человек, он не понимает, что Всевышний дает нам невероятную сейчас такое благополучие, подарки, медицина, жизни, ну, то есть, реально жизнь стала лучше. Даже возьмем человека, который жил там, сейчас переехали. В общем, все равно жизнь глобальна, по миру стала намного лучше. И здесь теперь мы находимся совершенно в другом, в другом формате, значит, взаимодействия со Всевышним. Уже как бы люди не боятся Бога. Вот реально посмотреть, ну, скажешь там, какому-нибудь человеку, да, или женщине тоже, или ребенку. Там, раньше, ну, детей в советское время кошмарили. Вот я тебя сейчас там в детдом сдам, милиционер придет, тебя заберет. Ну, так, детская площадка, это нормальные такие были, знаете, воспитательные моменты. Значит, тебя сейчас в милицию сдадим, в детскую комнату. А сейчас ребенок родителям говорит, если будете плохо со мной разговаривать, я к адвокатам попрощусь, значит, и вас заберут в фирму. Родители. Сейчас дети уже пугают родителей, учителей, там, что они так посмотрел, не так сказал, все свои права знают, знаете. В 18-м видом, а я себя не ощущаю мальчиком, там, Петров, ты почему домашнее задание не сделал? А чего меня Петровым называют? Я не Петров, я Петрова. Я выбираю быть Петровой. Я сейчас на вас суд подам. Вы не признаете, знаете, мою уникальную идентичность. Это сейчас такое происходит в школах. И теперь как со Всевышним взаимодействием? Ждать, что он опять нас будет как раньше прессовать, не хочется. Значит, надо идти ко Всевышнему через благодарность, через любовь, через благодарность. Вот этот вот сейчас процесс чувы, он как бы раскаяние, он идет через благодарность, признание благости Всевышнего, его доброты. Все равно давайте мы, как бы здесь, нам дается технология, которая в духовном мире технологии же не меняются, технология-то и осталась. Написано так. Если человек умышленно совершает преступление, за которое карается смертная казнь, есть преступление, за которое в духовном мире закон. То есть, как тут не крути, Бог добрый, но закон этого не обменяет его имя, его имя Всевышнего. С одной стороны, милость, милосердие, да, хэссет. С другой стороны, истина. Иначе это не был бы Бог. И поэтому все равно, он нас сейчас ждет, 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 что мы исправимся, но надо же справиться. Поэтому остались все вот эти вот старые методики, они остались. Сейчас как стирают. Стирают сейчас, вот я знаю, мне жена покупает уже не стиральный порошок даже, а такие капсулы. Капсула какая-то такая космическая, в ней какие-то жидкости, они вместе соединены, такие цветные прикольные жидкости. И эту капсулу кидаешь в стиральную машину, нажимаешь кнопочку, и она там что-то стирает. Да, это стиральная машина. Уже даже стиральный порошок сыпать, это уже вчерашний день. Хотя, ну, есть машинка, еще вместо для стирального порошка. Но, как бы, не знаю, почему-то ждать этими капсулами стирают. То же самое раскаяние, то же самое очищает душу. То есть, можно, конечно, идти через раскаяние из любви. Тот, кто рассказывается из любви ко Всевышнему, ему Всевышнее его преступление поворачивает в заслуги. То есть, вот тут я тоже думаю, может быть, Всевышний нам дал действительно еще один подарок, что мы можем без особых страданий, ну, там, чуть-чуть человек, как бы, споткнулся, да, он такой думает, вот, что-то у меня полоса пошла, невезение, что-то мне не везет. Это уже из страдания, он, значит, вернулся к Богу. А если он просто вот сидит, у него все хорошо, и он говорит, спасибо Всевышнему за все это, да, как же я мог его не благодарить раньше, как же я мог его волю не выполнять, ай-яй-яй, все, я возвращаюсь ко Всевышнему из любви. Всевышний говорит, все, значит, все твои старые преступления поворачиваются в заслуги. Но тут очень важно, нет, раскаяние без исповеди. То есть, есть штраф, да, как бы, когда ты страданием снимаешь, но без исповеди не включается. То есть, главный элемент раскаяния, это вербальная, исповедь, это вербальная конструкция. То есть, ты словами говоришь о своем решении вслух. Не обязательно, чтобы кто-то слышал. То есть, вот взяли потом исповедь, там, например, в христианстве в каких-то направлениях, взяли, что должен святой отец слушать, да. Есть известная история, как приходит одна на исповедь к святому отцу и говорит, вот святой отец, я грешила, там, то все и дело. А он говорит, знаю, дочь моя. Она говорит, откуда? Он говорит, я подписан на твой инстаграм. Все знали, что ты грешила, потому что она все это документировала. Теперь, то, что он об этом услышал и он ей сказал, что тебе прощено исповедь, это, мне кажется, как бы оно развилось со временем, то есть есть в этом какой-то, какой-то аспект, в этом есть логики, да. Например, то есть исповедь изначально, как бы вот, как она в иудаизме, он 3300 лет. И это все от пророков, то есть это нити аксиомы, это не логически выведенные законы, а это нити аксиомы, которые дал Творец Мироздания. Это сегодня Мишля, я как раз, и привак учил, решит, как мак на кахмак. Прежде всего, ты должен приобрести вот эти вот аксиомы установки Божественной Мудрости, да, эти заповеди, то есть это Бог, Творец Мироздания, Он сделал, есть аксиомы, они не выводятся логикой, они изначально корень всего. И вот эти вот аксиомы, что такое добро, что такое зло, как это работает, шова, раскаяние, молитва, заповеди, да, это некие аксиомы, которые ты не можешь логикой вывести, это Бог Творец их создал. И Беколь, Беколь, Киняне, как не бина, Он говорит, и во всех остальных своих приобретениях приобретай логику, приобретай понимание. Все в человеческом мире это причинно-следственные связи. Если кто-то что-то придумал, у него обязательно есть какое-то, какое-то намерение. Если кто-то пишет статью, ему заказали. Если кто-то высказывает свое мнение, то он этим мнением подтверждает свои какие-то намерения или установки или ценности и так далее. То есть все люди, они находятся под, как сказать, под влиянием чего-то и кого-то. И можно сказать, что все в этом мире, в интеллектуальном мире, это следствие, да, есть причина и следствие, причина и следствие. Теперь Тора, вот это вот аксиомы, что такое добро, что такое зло, заповеди, чува, это не уже следствие, да, это причина. То есть это как бы начало всего. И исповедь в оригинале это следующая вещь. Вот здесь как раз про это много написано. Если встретилось нечто из того, что ты нарушил, преступил, какие-то грехи, поторопись, сожалеть и скорбеть и исповедоваться о любом преступлении, что совершил. И с окруженным сердцем поторопись, просить прощения перед Всевышним. То есть исповедь это перед Всевышним. Исповедь. Это великое дело. Сказали мудрецы, что даже когда человек приговорен к смерти, то есть есть, например, в Торе преступление, убил человека, умышленное убийство, за него смертная казнь, карается смертью. Теперь вот его ведут, значит, на смертную казнь. А зачем его убивают? Его убивают, с одной стороны, чтобы все понимали, что за убийство, которое Бог запретил на десяти заповедях, есть смертная казнь. Я считаю, самая большая проблема сейчас в том же Израиле, например, что террористов не казнят. И этим провоцируют на заложников, крас людей, опять нападать. То есть, почему? Сидит 6-7 тысяч террористов в тюрьмах, зная, что они выйдут. Они убийцы, они идут убивать, но они знают, что я сдамся, меня не убьют. Сдаются и ждут, пока кого-то убьют, кого-то украдут, и на него поменяют. Тысячи убийц поменяли на Дилат Шалита, на одного израильского солдата. Среди этой тысячи убийц как раз Синуар там и так далее. Все, кто сейчас всю эту войну сделали, они были среди этой тысячи отпущенных убийц. Но если бы сразу бы после того, как их арестовывали, их бы убивали за это, смертная казнь, все, они сами признают. Убил, убил. Маджахет там, джихадист, джихадист. Хочешь умереть? Хочу. Ну, давай. Но они же не хотят умереть. Они сдаются, вот так вот руки поднимают, чуть видят опасность смерти. Руки подняли, все, мы сдаемся. А где же, какие же вы джихадисты? Вы же хотели умереть воюю до последнего. То есть, вот этот вот момент, когда убийца, он, его не убивают, это развращает все человечество. И написано в перке вот, что именно за то, что виновных смертной казни оставляют живых, потом приходят воины. общество, которое не убивает маньяка, который убил лично там 40 человек и оставляет его в живых, говоря, что мы же милосердны. Ну, и что, что Бог сказал на 10 заповедях? Убийцу убей. Ничего страшного, мы же более милосердны, чем Бог. Да, написано прямо в перке вот. Тогда приходят войны, подравнивается в обществе в этом, как бы, справедливость. Вы считаете, что за убийство не надо убивать. Вы оправдываете убийство, приходит массовое убийство. Это так написано в перке вот. Теперь, исповедь это великое дело, сказали мудрецы. Когда приговоренный к смерти, он находится в 10 локтях, раньше локтями меряли, в 5 метрах от места казни, ему говорят, исповедуйся. И все приговоренные к казни исповедуются, потому что тот, кто исповедуется, тот обретает долю в грядущем мире. Понимаете, как работает? То есть, с одной стороны, смертная казнь для людей показывает, что есть преступление, есть наказание. И это, это очень, ну, честно, это логика. То есть, за умышленное убийство должно быть, он хотел убить другого. Значит, ну, как может быть, что потом он убил, и он потом спокойно идет куда-то там, отсидел 10 лет, выходит наружу, и опять кого-то убивает. Это несправедливо. А, значит, но того, кого ведут на убийство, ему говорят, исповедуйся, ты себя этим убийством подравниваешь счет, справедливость, значит, но если ты исповедуешься и говоришь, это жалко мне, что я убил, я очень об этом сожалею, я бы не хотел убивать, в этот момент ты свою душу очищаешь и удостаиваешься вечной жизни. Почему? Так работает. То есть, ты здесь получил наказание и, исповедовавшись, ты убрал корень своего преступления. То есть, тоже логика в этом понятна. Ну, и тут идут примеры истории из книги Йошуа, когда, там, Ахана, Йошуа сын мог обознать честь Всевышнего, сделать перед ним признание, ну, и так далее. То есть, приводятся доказательства того, как это работает. А если кто не знает, как исповедоваться, то говорят ему, скажи, да будет смерть моя искуплением за все мои преступления. То есть, это в Талмуде так говорят этому преступнику, у которого идут на казнь, скажи, что пускай будет моя смерть искуплением за все мои преступления. То есть, в этом смысл исповеди. Теперь, если человек приступил одной заповеди, то есть, позитивно, негативно, умышленно, неумышленно, он обязан исповедоваться перед Всевышним. И за некоторые преступления достаточно исповеди. То есть, полностью снять человека все его, как бы, вот он нарушил что-то, да, он не знал, например. И он говорит, ой, я узнал, как я сожалею, что я нарушил, теперь я знаю, что я нарушил, Всевышний упрощает. То есть, преступление, в чем было его преступление? Он не знал, что это нельзя сделать. И он это сделал абсолютно неосознанно. Как он исправляет? Он, когда узнал, что это нельзя сделать, он признал Борю Всевышнего, признал власть Всевышнего и сказал, все, теперь я делать не буду. Он стер, то есть, его преступление было просто в незнании. А как он может после того, как он узнал, усилить преступление? Он говорит, а я не преступник. Кто сказал вообще, что это преступление? Бог сказал. Какой Бог? Я вообще Бога такого не знаю. Оп, он тогда стал осознанным преступником. Вот это разница. Теперь дальше. Дальше написано так. Значит, если мужчина или женщина сделает какой-либо из грехов людских, совершая преступление против Всевышнего и провинится душа это, пусть признается в грехе своем, который они сделали. Прямо написано в Торе, книга Бомидбар, пятая глава. И это имеется в виду устная исповедь. И когда раньше приносили жертвы, да, были в храме жертвоприношения, жертва за грех, там, повинная жертва и так далее, значит, и даже те, которые, когда была смертная кальция и грех, то не искупаются смертью или плетми, или жертвой, пока не раскаются и не исповедуются. А если кто поранил ближнего или нанес ущерб его имуществу, не прощается ему, даже если возместил ущерб, пока не исповедуется и не раскается и не даст за рог не поступать так пред. И вот сегодня мы на этом закончим. Какой текст исповедия, да, можете записать прямо и как можно чаще этот текст повторять, потому что действительно человек, который раньше делал какие-то преступления, сейчас его преступление где находится? Только в памяти. Память и след, вот это тот, что называют карма, след на небе, какой-то духовный след. Духовный след возникает, когда мы что-то думаем, возникает слабый след, когда мы что-то говорим вслух, возникает сильный след, когда мы что-то делаем, возникает очень сильный след. Когда есть последствия от поступка, то этот след, он как бы идет прям вырублено как в скале. Исповедь, это мы словами вслух, мы как бы чистим, почищаем тот негативный эффект, который когда-то создали. Слова в исповеди, как же он должен исповедоваться? Пусть скажет, молю тебя Всевышний, я согрешил, приступил, восстал перед тобой и сделал так-то и так-то, сказать, суд что сделал. И вот я раскаиваюсь и стыжу своих поступков и больше никогда не повторю такого. Вот этот текст, это основа исповеди. А тот, кто много исповедуется и продолжает исповедоваться, достоин похвалы. Все, как раз сейчас вот этот месяц уже начали сфарадим, это восточные евреи, которые из общин, которые из Вавилона пошли в Африку, да, марокканские, йеменские, тунисские евреи, то есть они из древнего Вавилона, они пошли вот туда, в ту сторону, в сфарад, это в Испанию, и потом расселились по Африке. И вот они весь месяц илуль, каждую ночь, в 12 часов ночи, есть первые, которые сразу после полуночи, они говорят эти слиход, слиход это извинения, да, молитвы извинения, они собираются в синагогах и целый месяц перед Рожешана, они говорят эти слиход, специальные молитвы о том, чтобы, ну, Всевышний просил грех. Есть, которые встают до восхода солнца, то есть это делают, начинать надо после полуночи или второе время получшести, это считается милосердием Всевышнего перед восходом солнца, или же можно читать до полудня. Теперь, вот эти вот восточные евреи, они читают целый месяц, каждую ночь. Евреи, которые аштенатские, европейские евреи, да, они читают только последнюю неделю перед Рожешана, они читают эти молитвы последнюю неделю. Значит, можно вот такой короткий текст говорить каждый день, это будет не слиход, они там полчаса молятся, да, эти молитвы, но хотя бы если месяц уже, вот можно прямо взять себе этот текст, значит, я вам сейчас даже могу его сбросить во экран, в канал, да, я сброшу этот текст, все прочитал, Марутия Всевышний, я согрешил, приступил, восстал перед тобой, делал когда-то так-то и так-то, я раскаиваюсь, стыжусь своих поступков, больше никогда не повторю такого. Все, и ты каждый день это говоришь, 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 стираешь, 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 подошел уже к рожжи жена, это как раз два дня рожжи жена, это, помните, я вам говорил такое сравнение, МРТ, человека просвечивает этот божественный свет и у него будущий год, есть как бы программа тренировок на будущий год, кому-то идет очень тяжелый страглс, да, на английском такое слово есть, страглс, ему говорят, смотри, ты не раскаиваешься, вот тебе эти страглс, какие-то сложности, значит, может тогда ты раскаешься, поймешь уже, что ты где-то не туда заехал, да, кому-то наоборот, говорят, ну все, он раскаялся уже, он прямо полностью чистый, значит, ему этот год только подарки, на тебе подарки этот год, пусть эти подарки будут тебе испытанием, богатство, здоровье, благополучие, это тоже испытание, но посмотрим, будешь ли ты благодарить Всевышнего, или ты загордишься, скажешь, я такой крутой, как я вот молодец, тоже испытание, но я вам всем желаю и себе тоже, чтобы вы удостоились в следующем году испытания богатством, здоровьем, благополучием, чтобы все получалось, и пусть это будет испытание, чтобы вы не забыли Всевышнего, это тяжелое испытание, когда человеку хорошо, он жиреет, начинает брыкаться, но мы люди подготовлены, с Божьей помощью не забудем, что все от Всевышнего, и значит, чтобы было у нас испытание, не какими-то сложностями, которые очищают, и напоминают, что нужно раскаиваться, и пугают, а чтобы было только испытание, благополучием, радостью, но чтобы мы уже Всевышнего не забыли, благодарить за каждое, за каждое обновление нужно, сейчас иллюль месяц, каждый день 100 благодарностей, и каждый день, хотя бы один раз, пожалеть о том, что раньше этого не делал, все, всем удачи, успехов, до завтра.